В Балагое в автомобильной аварии погиб человек. У дома номер 13 столкнулись две «Лады» – Калина и Приора. Водитель Калины, мужчина 87-го года рождения, пострадал. Женщина, 66-го года рождения, управлявшая Приорой, скончалась на месте. В Ишневолодском районе около часа ночи на 310-м километре автодороги России «Газель» под управлением 32-летнего мужчины въехала в восстановившуюся для ремонта «Сканию» с полуприцепом. Водитель «Скании» обозначил специальным знаком поломку автомобиля, но управлявший «Газелью» мужчина, видимо, этого не заметил. По версии сотрудников ГИБДД, он уснул за рулем. Пострадавшего водителя «Газели» с места аварии доставили в Ишневолодскую ЦРБ. 3 марта у здания мирового суда мы встретились с Дмитрием Клопковым, бывшим председателем 9-го автокоператива, ныне безработным. Сейчас будет происходить первое судебное заседание по поводу избиения меня на рабочем месте 24 февраля прошлого года. Как мы уже сообщали, врачи диагностировали у Клопкова сотрясение мозга. Больше недели он пролежал в больнице. Они хотели силой выкинуть меня из правления, чтобы я там не работал. Хотя по решению суда я был восстановлен. Просто это чисто уголовщина. О ситуации в автокоперативе номер 9 областной столицы мы рассказывали в патрульной службе. 13 декабря 2021 года Заволжский районный суд города Твери вынес решение о восстановлении Дмитрия Клопкова в должности председателя автокоператива. Судебные тяжбы начались после того, как в июле 2021 года Клопков был снят с этой должности внеочередным собранием членов кооператива. Так вот, решение этого внеочередного собрания суд посчитал незаконным. Принятое на нем решение об отстранении председателя Клопкова от должности суд постановил отменить. Но восстановленному в должности Клопкову спокойно работать не дали. За последний год жгут машину, меня неоднократно избивали. Это все делается для того, чтобы я ушел из кооператива. Чтобы они кооператив прибрали к рукам и делали, что хотели. В феврале 2022-го Клопкова в присутствии свидетелей избили прямо в конторе автокоператива. В начале августа прошлого года неизвестный облив бензином сжег его машину, припаркованную у дома. Тогда чудом не рвануло газ и не сгорел дом. По этому факту в Заволжском ОВД возбуждено уголовное дело. И еще один как бы случайный факт. Дотла сгорела припаркованная на улице машина дочери Клопкова. Не многовато ли совпадений? Человеку недвусмысленно намекают. Освободи место. Клопков сдаваться не собирается. На середину марта назначено очередное заседание суда, подав иск, в который Клопков хочет добиться справедливого восстановления в должности. А еще в Заволжском отделе полиции по материалам проверки прокуратуры Заволжского района возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей общего собрания автокоператива, решением которого Клопков в очередной раз был отстранен от должности. Мы следим за ходом событий.